Хабаровская епархия Здесь, на Дальнем Востоке, ведет огромную просветительскую, миссионерскую деятельность, естественно, церковное служение, и все те стороны жизни, которые сегодня представлены в разных епархиях, в яркой степени отображаются и в Хабаровской епархии. У нас очень развита деятельность на образовательной сфере, семинария входит в совет ректоров вузов Хабаровского края, очень развито социальное служение, есть и геронтологический клуб, и клуб молодой семьи, и клуб тех, кто готовится вступить в семейные УЗы. Есть просветительская работа среди молодежи, активно развивается молодежное движение при приходах Хабаровской епархии, культурное направление представлено, наверное, во всех культурных мероприятиях края. И тут можно рассказывать много, но, наверное, главное, что можно отметить во встрече этого юбилея, он жданный, он радостный, и самое главное, что люди осознают, что они празднуют. И это благодаря разносторонней деятельности Хабаровской епархии. Какие там мероприятия подготовили? Да, конечно, в честь 1025-летия Крещения Руси состоится крестный ход вокруг Хабаровска. В каждой епархии Русской Православной Церкви 28 июля в 12 часов будет колокольный звон в течение 15 минут, и Хабаровск, естественно, не является исключением. Мы, наверное, на Дальнем Востоке как раз-таки откроем череду колокольного звона по лицу русской земли. И будут совершаться торжественные богослужения, молебны, которые мы будем благодарить Бога за то, что Он просветил нас светом Христовой истины. И самое главное, просить у Него помощи для того, чтобы хранить все то богатство, которое более тысячи лет назад посетило русскую землю и по сей день дает нам прочный фундамент, опору для наших обычных житейских дел. Владыка Ефремовна, мы пишем с Вами интервью в семинарии, в библиотеке. Здесь непривычно пусто, потому что каникулы, семинаристы отдыхают. Тем не менее, скажите, вот Вы рады каждому набору семинаристов? Какие они приходят? Есть ли те среди них, которые будут настоящими пастырями? Может быть, даже есть и двоечники? Конечно, приходящие в семинарию, равно как и в любое учебное заведение, это люди разного социального происхождения, разного уровня образования, разного уровня воцерковленности и приобщенности к духовной жизни. И наша семинария дала уже три выпуска для Дальнего Востока. Нам не стыдно ни за одного нашего выпускника. Это действительно добрые, хорошие пастыри, которые трудятся на разных приходах Дальнего Востока. И каждый семинарист, который приходит к нам в семинарию, которого к нам направляют Дальневосточные архиереи, он, конечно, является предметом особой заботы, потому что независимо от уровня его знаний, независимо от его звания, происхождения и других каких-то социальных, статистических, может быть, характеристик, мы должны сделать все для того, чтобы он, имея самое главное желание стать священнослужителем русской православной церкви, служить на Дальнем Востоке, должны сделать все для того, чтобы это его желание раскрыть в полноте, раскрыть его таланты, его уникальность. И для этого создано в семинарии все, что необходимо. Уровень образования, который вы даете, он действительно впечатляет, потому что это и церковно-славянские, это и греческие языки, это мощнейшая историческая подготовка. И я знаю, что сейчас вы будете учить семинаристов китайскому языку. Открывается какое-то новое направление? В связи с чем такая новелла? Мы знаем, что совсем недавно был визит Святейшего Патриарха Кирилла в Китайскую Народную Республику. Мы знаем, что там очень много верующих людей, которые не имеют пастырей, священнослужителей. И, наверное, хотелось бы, конечно, чтобы в стенах нашей семинарии обучались китайцы по происхождению, потому что некогда Русь приняла святое православие от Византии, и теперь она несет эту спасительную миссию для других стран. Но при этом мы должны сказать, что наши пастыри, которые имеют к тому способность, желание изучать китайский язык, китайскую культуру, вообще, наверное, культуру стран Восточной Азии, они должны свой интерес здесь реализовать. И для этого в нашей семинарии создан кабинет изучения языков и культуры стран Восточной Азии. Именно с той целью, чтобы использовать открывающиеся перед нами возможности для продолжения той великой миссии, которую начал святой князь Владимир и святая княгиня Ольга. Младыка Ефремовна, в праздник, конечно, говорить о проблемах, может быть, и не очень хочется, но, тем не менее, пользуясь такой возможностью, что мы с вами записываем интервью, я бы хотела уточнить некоторые позиции нашей церкви по ряду моментов. Я знаю, что именно наша епархия была инициатором создания кабинетов предабортного консультирования. Вот у нас он пока один, довольно успешно он работает. Работа в этом направлении будет продолжаться? Да, мы знаем, что по благословению митрополита Хабаровского и Приморского Игнатия такой кабинет создан, и он принес уже добрые плоды. Более 40 жизней было сохранено, а это половина из числа тех обратившихся в этот кабинет женщин, которые сомневались, сохранять ли ребенка или нет. И, естественно, такая поддержка и консультации специалистов из области здравоохранения, естественно, духовная поддержка, тем, кому нужна пастырская поддержка, это все то, что помогает женщине обрести в себе, прежде всего, уверенность и дать возможность родиться той жизни, которую через нее Господь Бог приводит в этот мир. Несомненно, эту работу Хабаровская епархия будет продолжать. Благо, что очень доброе понимание мы нашли сразу в лице Министерства здравоохранения, врачей, специалистов, добрые и положительные отзывы. Самое главное, яркий и живой результат. И благословением нашего правящего архиерея, конечно, эта работа будет не только продолжаться, но и возрастать количественно. Но я думаю, что тут важно, наверное, не только помочь женщине решиться сохранить беременность, но и дальше помогать ей растить ребенка, потому что она ведь может столкнуться с трудными жизненными обстоятельствами, отсутствием работы и отсутствием денег. И потом мы получим результат, что дети окажутся в приютах. Вот в этом направлении ведется какая-то статистика, отсматриваются вот эти случаи? Конечно, не снимаем с себя ответственности за то, чтобы человеку давать правильные духовные ориентиры и поддерживать в том числе и в социальном аспекте. Здесь, конечно, Хабаровской епархии многое просто не под силу, но мы видим, как в Хабаровском крае грамотно выстраивается политика в области здравоохранения, в социальной сфере. И я бы так сказал, что в Хабаровском крае не страшно, наверное, рожать и создавать большие семьи. Вопрос такой тоже сложный, наверное. Не знаю, рушатся ли мир или нет, но когда королева Великобритании подписывает закону об однополых браках, становится совсем не по себе. Как церковь реагирует на такие вещи? Может быть, есть ли какие-то внутренние распоряжения? Как противостоять лобби этому мощному, чтобы все-таки не допустить разрастания всего этого, в том числе и на Дальнем Востоке? Да, конечно, мы знаем, что у человека есть много разных искажений, и главная задача церкви – это помочь человеку преобразиться. Преображение внутреннее всегда, как результат, имеет преображение внешнее. И в том числе, работая с людьми, которые в этой сфере, может быть, имеют какие-то дезориентиры, а самое главное – проводить не борьбу с последствиями и с выражением каких-то недугов совершенно из разных областей человеческой жизни, а прежде всего, главная задача церкви – это отстаивать те вечные традиционные ценности, которые человеку помогают правильно идти по жизни, несмотря на его немощи, недостатки, исправлять в себе какие-то заблуждения, и только через это обретать полноту человеческого счастья, полноту земного бытия. Вот здесь, наверное, можно противостоять только не исправлением каких-то последствий, а показывать человеку, что есть разные варианты его выбора жизненного пути, но есть варианты, которые безуспешны, которые приводят к краху, к безысходности, а есть та стезя в жизни человека, которая помогает ему небольшой отрезок бытия, который называется земной жизнью, пройти достойно и получить полноту от этих нескольких быстротечных десятков лет. Владыка Ефрем, что бы Вы пожелали всем нам в канун этого очень важного праздника? Хотелось бы от Вас услышать слово пастыря. Как жить, как работать, как мыслить, чтобы быть в ладу с самим собой? Мне хотелось бы всем напомнить о том, что Русь была крещена 1025 лет назад, и тогда был сделан цивилизационный выбор святым князем Владимиром. Православие, его прочный фундамент определило величие, мощь нашей страны. У нас было в истории всякое, но мы являемся уникальной нацией, наша страна неповторима, а наша страна состоит из отдельных людей, из вас, меня, наших телезрителей. И я хотел бы пожелать в этот день помнить о том, что мы принадлежим к Великой Руси, к Святой Руси, в том, что мы уникальны, и хотел бы, чтобы каждый из нас за свою земную жизнь в полноте проявил свою уникальность. Спасибо. Всего доброго.